всем привет ребята с вами тет и это видео я собираюсь писать в один дубль как вы видите мы поменялись я уже сижу вот тут вот тут вот я на подо мной подо мной панелька приказов то есть то что вы видите чтобы заказывать юнитов и это кайт говорится для самых маленьких для наших золота резервных или как там этих драгонценно метальных лик вот так вот да смотрите чтобы включить такую панельку на самом деле вот здесь вот очень важно галочки чтобы не было то есть простая командная карта вот она меняется сразу у нас юнит и у него видите правая кнопка move правая чтобы собрать ресурсы пропадает атака то есть мы не видим что происходит важно вот эту галочку убирать чтобы у вас была полная панель приказов у каждого юнита все это мелочь как бы окей прыгаем сразу смотреть нашу лигу и объясняю что у нас будет вообще происходить как этот видос будет проходить и как ждать продолжений смотрите видео будет длиться плюс-минус до часа это будет формат грубо говоря записи стрима мы играем сейчас вот серебряная лига 2355 ммр у нас на этом аккаунте и мы будем играть супер стандартный один и тот же билд против каждой расы менять юнитов или нет я пока не знаю скорее пока изначальный план не менять никаких юнитов то есть для чего и как родилась идея много новичков на на стримах писала что нам помогать для новичков еще чего-то хотя я считаю что он уже не нужен что уже хватает всего для новичков но я решил целенаправленные такие маленькие кусочки выпустить за каждую расу поэтому если этот видос зайдет ребята если вы посмотрите до конца если вы поставите лайк комент если начнут набирать какие-то просмотры тогда такое же видео выйдет за зерга за процесс если надо и мы будем целенаправленно брать каждый кусочек на то есть за час брать кусок на данный момент я планирую этот кусок чтобы был серебро-платина но за час мы вряд ли успеем дойти до платины поэтому посмотрим и двигаться 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 вперед вот будем как-то так монтировать и идея основная том что здесь у нас сейчас нужно только-только-только одно нам нужно развивать свои навыки постройки для этого у нас клавиатура клавиатура у нас на экране расположена нам нужно развивать только наше производство производства рабочих производства всех юнитов поэтому я здесь не буду играть как-то жестко сложные билды или еще что-то мы будем играть мега стандартная био приходить и атаковать био через 111 опенинг на и против каждой расе мы будем делать его абсолютно одинаково смотрите начинаем игру с того что мы создаем камеры локации то есть это такое усложненное как бы действие которое новички не любят делать но но мы его делаем и просто начинаем строиться то есть я здесь даже не отвечаю за супер правильность билда идея в том что на этом этапе вам не нужен идеальный билд вам не нужно абсолютно все это делать на сто процентов правильно нужно делать более-менее похоже на то что здесь будет происходить и то что здесь происходит это более-менее похоже на то что должно происходить ну в правильной игре только нужно просто все отточить немножко вот интерес в чем том что мы будем посмотреть где реально нужно принимать решение для победы вот заметьте сразу же контрольные группы создаются и управляю всем производством всеми зданиями и со всеми зданиями я только через контрольные группы а то есть я никогда не жму на командный центр я всегда жму на четверку для этого с клавиатурой заказываю юнита смотрите очень внимательно за клавиатурой за связью с клавиатурой то есть можно все это в замедленном поставить варианте и смотреть если так удобней открываемся в рипера открываемся в cc шку мы вообще будем играть рипер cc марик абсолютно всегда то есть в принципе мы так ничего сильно не меняем вообще все у нас похоже одинаково будет происходить марик заплайка пойдет на бункер строить вот и юнит вышел на его сразу в контрольную группу добавляем да то есть то зачем вы должны следить в этой серии вообще это именно количество созданных контрольных групп ну и прочих всех вот этих вещей рипером полетим проверим происходит вот то что именно решают вот контрольные группы просто посмотрите как я с очень низким достаточно прямом буду управляться совсем хотя ну то есть я играю очень медленно сейчас вот рипер у нас пошел разведал вот еще один бункер поставим и все вот здесь мы принимаем решение что нам нужно нужно строить бункеры гелионы то есть и продолжаем строить рабочих ничего не меняется идея в том что мы при любом раскладе будем продолжать строить рабочих там еще что-то никаких так сказать супер сложных пока что решение принимать не пришлось вот когда мы будем выходить вообще в атаке решу все вопросы расскажу самое главное как я говорю продолжать производить и продолжать тратить ресурсы данный момент производство у нас затормозилась и у нас подкопились ресурсы в этот момент мы доставляем еще бараков вот отсюда мы построим танк 1 у нас идея из того что у нас и старпорта из вот этой факторе должны построиться несколько юнитов и затем мы меняем их с бараками чтобы на бараке технические лаборатории пристроились вот но на данный момент и старпота мы ничего строить не будем то что мы не успели то есть наша цель как можно раньше все-таки в био прийти вот и самое главное как не попадать с оплай блоки то есть вам нужно вот уже к этому моменту плюс-минус тут пятой минуте если у вас полная экономика и производство идет вам нужно два рабочих которые просто строят постоянно с оплайки и вы попадаете так называемый в макро цикл то есть у вас идет заказ рабочих сначала юниты то есть заказываем здесь юнитов тут мародер тут мародер везде раллипоинты здесь у нас апгрейды здесь поехали пристройки ну вот танк мы разложим тут пожалуй и как только вы все это заказали вам нужно строить там цешки не цешки рабочих рабочих вот когда у вас вторая база почти накопилась она должна накопиться плюс-минус к шестой минуте то есть уже желательно вообще идеал 5.30 если вам не мешает то есть у нас в принципе она накоплена видите у нас 4 лишних рабочих вот 46 рабочих 48 рабочих на шестой минуте это нормально вот из 48 рабочих вы переходите в производство уже там под вами девака вы переходите в апгрейды только потом вы переходите в производство ставить ли третью базу то есть вот можно сейчас идти ставить третью в принципе как все накопилось и продолжать туда и строить рабочих то что у нас в принципе уже есть какая-то армия мы ее можем отправить туда чтобы она помогала нам занимать третью базу можем отправить мины чтобы они помогали нам занимать третью базу но в этой игре в этой игре так как нам очень сильно мешают то есть когда вам мешают ваша задача в принципе пойти и контратаковать потому что мы выиграли бой это единственное решение которое нужно будет принимать ну вот по ходу всей и вообще игровой карьеры вот нас пришли атаковать мы настроили зданий и идем в бой идем в бой сразу же то есть достроили соплайки сразу новые и не нужно ждать какого-то волшебного нового периода потому что если вы постоянно производите юнитов вам постоянно нужен будет соплай вот и дальше всем по F2 стимпакт прожимаем в принципе его выиграем тут можно там не выдумывать сильно как этим всем контролировать вот все соперник наш сдается то есть он тут с одной базы пушил нам достаточно было чуть-чуть выйти на карту и все он сдался первый соперник был легкий тут много болтал я рассказывал из-за этого могли допускаться ошибки по производству поэтому в этой игре я более сосредоточенно строю вам же предстоит наблюдать собственно за этим у вас для этого все есть вы можете поставить вот эту запись на замедленную на ютубе есть кнопочка замедлить запись да то есть такая кнопочка очень полезная вот и замедленную запись вы можете смотреть медленно да то есть это прикольно и в замедленном посмотреть внимательно как двигается курсор да то есть когда жмется какие-то команды потому что у вас для этого все есть внизу вы видите какие команды жмутся чуть чуть левее этого вы видите на какую кнопку я жму да в связи с этой командой вот видите курсор который ну какие-то задачи вносит вот а я же буду комментировать то есть идея я все рассказал в первой игре сейчас я буду комментировать что кстати то что нужно во первых забанить эту карту почему я расскажу после игры ну вот и буду комментировать когда мы принимаем какие-то решения потому что большая проблема именно ну новичков вот которые еще начинают потому что они пытаются как можно больше решений принять вот на вот этом уже этапе игры да то есть разведать газ и уже например о там два газа значит мне надо строить вот такого-то юнита ну так решение не принимаются в старкрафте старкрафте вы строите какой-то свой стиль у вас должен должна быть идея которая ну просто будет работать при любом раскладе потому что это игра с очень ограниченной информацией кстати пойдем в разведку на семнадцатом лимите вот вот из-за ограниченности информации вы никогда не можете точно знать по газу что будет строить соперник да то есть пока не вышел юнит соперника вы не знаете а когда он вышел уже поздно поэтому ваша задача здесь иметь универсальную какую-то историю до середины игры которая может и защищаться и атаковать вот все вот это вот да ну эту карту сразу в бан здесь все нормально пул еще не строится вот в прошлой игре я плем не посмотрел но он вряд ли сильно высок вот ну где-то плюс-минус 100 апм а скорее всего у меня будет даже не знаю как на этой карте нормально строится одевается вот считаю вот вопрос вот напишите вот все вот вот остановки то есть каждое ваше здание должно работать в нем должно быть по одному солдатику к примеру то есть они все должны работать абсолютно вот построили мы векторе она должна сразу что-то делать построили мы барак она он должен что-то делать достроилась цеха я сразу же превращаем супер цеху на все типа бункер достроился наполняем вот и именно вот это вот за этим нужно следить это то чем вы должны как новички собственно заниматься вот именно такими делами закончилась постройка строим с 2 мари когда не больше не больше и смотрите как тратится денежки вот это важно подходим уже близко движемся к supply блоку начинаем делать стеночку и смотрите я ему отправляю через shift сейчас объясню что значит через shift то что он построит вот эту supply q и пойдет строить следующую сразу только следующее еще не заказываю и вот я по случается если вы построите все логически каких-то цепочек я их наверно объясню еще после игры кстати надо пойти проверить если 3 зерга так сделаем заложили делали да тут красиво получается раз вам сейчас все это покажу расскажу повторе пока что мы будем следить упорно за зергом так это у нас идет сюда это у нас идет сюда ой путаем кнопочки уже так вот видим 540 полная экономика у нас есть у нас строится все производится так две эти готовы ну вот и смотрите очень хватает хватает дел чтобы просто-напросто производить все идем в третью базу убиваем этого ченчлинга потому что ну это ченчлинг так вы пока идите сюда ну вот и продолжаем копиться наша идея собирать плюс минус там 200 лимита условно плюс минус 200 лимита собираем заметьте что все это делается с трех бараков да то есть вам не нужно больше бараков много кто тоже из новичков начинает делать очень много бараков вот желательно пока вы стоите в защите армию держать вот в разных местах по чуть-чуть то есть пока обороняетесь чтобы на вас не могли напасть и со всех сторон начать вас давить вот самое главное что у вас вот эти два барака стеклабами из них мы строится мародеры обязательно вот против зерго смотрите я делаю тут танки вот ну это такая опциональная тема можно делать мины то есть как в прошлой игре вот наша цель в принципе собирать 200 лимита до десятой минуты до десятой минуты у вас должно получаться спокойно 200 лимита собрать если вы играете в мины это будет получаться быстрее вот самое главное смотрите когда же мы добавляем еще бараков смотрите меня до сих пор деньги не начали копиться выше там 300 и вот еще бараков мы начинаем собирать как раз таки добавлять точнее бараки только в тот момент когда нас наполнилась третья база то есть мы выключаем производство рабочих нам делать нечего соответственно вот здесь мы не забываем продолжать производиться флайки и как только нам делать нечего вот сейчас например да мы делаем плюс три барака то есть до этого три барака были ненужные у нас производится и заметьте по звук произвожу в каждом здании то есть именно таким образом у меня получается тратить ресурсы иначе их тратить невозможно у нас почти готовы три барака мы сворачиваем все танки в принципе не обязательно делать против зерка мы будем делать в принципе нам без разницы лучше еще всегда если вы правильно делаете в рейвен открываться я тут немножко ошибся вот у нас девятая минута почти 200 лимита и мы в принципе идем у нас раллипойнты все стоят либераторов можно еще построить к примеру и видим что к нам идут в атаку то есть зерк пришел к нам в атаку мы с ним солидарны в этом вопросе мы нажимаем стимпак и идем просто вот так вот а клик по воздуху то есть нам не нужно нас нету никакого желания стимпачиться там и что-то микрить наша задача продолжать производство вот мы стеночку восстановим и идем дальше в атаку на зерга собственно вот в этих бараках мы делаем тех лабы 2 и 1 реактор да то есть нас будет больше мародеров теперь и собственно мы движемся этой игре будет очень показательно как раз таки ну что вот у зерга на данный момент было и как он это реализовал вот раскладываем либераторов танк под либератором подымаемся наверх этот танк сюда в принципе ощущение на их можно так в одном месте раскладывать и атаковать главное смотрите в этот момент если кто внимательно смотрит я заказываюсь да то есть очень важно этот момент заказываться если вы заказываете этот момент вы не проиграете то есть вам нужно тратить ресурсы да тратить ресурсы кидать саплайки вот это все а мне нужно смотреть на бой вот вы все построили что у вас есть бою и этого должно хватать ну вот то есть таким образом просто приходим и побеждаем зерга самое главное опять же частая ошибка новичков это клик по какому-то юниту или еще что-то давайте посмотрим вот этот замес очень важно понять что в нем было да забыл что-то еще хотел рассказать не рассказал ну короче суть на смотрите суть в том что в любой момент когда вы посмотрите на мою базу и вы должны также анализировать свою у вас смотрите apm 100 то есть 100 apm а это просто контрольные группы мы используем да и строим постоянно вот то есть у меня в каждом здании заказано не больше двух юнитов то есть вот здесь марик почти построенный к нему добавился мародер не пять мародеров а именно один только вот здесь вот два медивака они только два заказаны потому что если я закажу еще у меня ресурсы как бы потратиться но они в кредит идут да то есть они в данный момент не используется я их могу использовать данный момент вот если вы просто куда бы вы не посмотрели куда бы вы не посмотрели у меня все строится то есть у меня нету лишних зданий вот это важно понимать да что у вас не должно быть лишних зданий что в 5.30 у вас должна быть полная экономика на второй базе затерана вот эта точка если мы заберем вот этих двух рабочих у нас как раз будет полная экономика но если быть точнее просто у вас должно быть 44 рабочих вот у меня 5.38 45 рабочих вот это вот идеальная точка которая должна происходить вот при этом все здания все здания постоянно что-то строят то есть нет такого момента чтобы что-то не строила именно вот за этим стоит следить именно в этом суть любого билда не в том чтобы там настроить побольше зданий из них что-то строить да а чтобы каждое здание работало и только в тот момент когда вы заказали рабочего заказали supply заказали юнитов из армии и вы внезапно накопили ресурсов и не знаете куда их потратить то есть окей мне некуда их сейчас тратить вот тогда вы строите новые бараки и прочее посмотрите то есть до седьмой минуты мне не надо больше бараков если я из этих просто хорошо произвожу всех юнитов я даже где-то вот простаивает у меня вот этот старпорт потому что я коплю 200 там ресурса на 2 медивака или думаю медиваки или апгрейды заказать вот а по сап лайкам еще вот эта интересная штука да тоже и упоминал не помню рассказал нормально или нет смотрите то есть у вас до где-то сотки лимитов такая история будет на 2 сап лайки вы ставите нам по билду и затем у вас идет следующее где-то ее можно чуть позже ставить но в целом нормально на 36 лимите она идет и вот она начинает строиться у нас заказываются юниты отсюда да я прям нормально 35 36 лимит и смотрите видите у нас все в supply блок но как только у нас вот заказаны еще два марика supply блок хопа достроилась supply и вот этого парня до сотого лимита вы будете использовать одного то есть он одну supply построил вам не надо уже думать терн стоит за 8 supply строить supply поэтому смотрите только я построил у меня хопа новый новый supply блок организовался то есть ваша задача взять какого-то ксм-ку ее можно взять контрольную группу как у меня на двоечку да то есть вот он у меня на двойку и в любой момент когда вы понимаете что сап лайка достроена у вас вот здесь вот отображается или еще как-то вы слышите что сап лайка достроена он по шифту идет вместо следующей сап лайки то есть вы не думаете им хорошо где я сейчас буду строить а вы сразу ставите эту и такие хорошо следующий оставлю в стенку он меня сюда идет и когда есть момент я такой за него хопа и заказываю supply лучше раньше да то есть здесь я затянул сейчас попаду в небольшой supply блок и такая же идея продолжается 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 плюс-минус до 100 supply то есть вот здесь я уже раньше начал по два делать ну лучше чуть чуть позже да рановато я здесь стартанул вот где-то со 100 лимита у вас уже две ксм и то же самая логика то есть они идут делают два supply идут по шифту куда-то вбок делают еще два supply и все это вот как бы рабочие которые просто производится supply у вас таких два выделено они должны в принципе работать вот здесь пока мы играем через грубо говоря f2 и одну контрольную группу я рекомендую сразу тренировать как бы использовать контрольные группы на армию и добавлять каждого юнита вот как вы видите мы уже пришли к золотой лиги в принципе да золото 3 у нас 2460 ммр а вот сколько у нас длится 27 минут супер сейчас продолжаем всю эту историю твт будем смотреть кто попадется и если мы обой тут не посмотрел но в чем суть чем суть того боя в том что у зерга очень долго не было 3 базы а это для зерга плохо и получается он как бы всю игру копил его там было много то есть там возможно под 200 лимитра вагеров было то есть почти максимальный скорее всего был supply но он его восстановить не мог физически то есть за счет того что мы строили экономику а он нет мы с ним подрались вроде бы вроде бы поровну да то есть он как бы битву проиграл но у нас там осталось ну два танка то есть такие ошметки от нашей армии вот но это не абсолютно не имеет никакого значения потому что мы сразу же свою армию снова до заказа восстанавливаем то что нас хватает бараков там и и прочих всех этих штук а у него нет вот заметьте что как только я ставлю что-то она добавляется в контрольную группу и ставится раллипоинт а то есть это чтобы потом не думать где ваш юнит должен стоять куда его ввести чтобы он не появлялся вот здесь а чтобы он сразу шел занимал позицию на второй базе защищать ее что мы знаем что мы пойдем занимать вторую базу ну вот пойдем в разведку против террена опять же будем ходить в разведку будем ходить пытаться понять что делает наш соперник на то есть как первой игре против серебра того не было чтобы мы рипером приходили и видели что к нам идет куча мариков но это опять же здесь пока не не имеет большого значения в этих лигах потому что любой push он очень слабый очень короче любой push это не до push вот на конкретных пока что лимитах вот видим что он раннюю ццешку ставит ну и как бы как говорится флаг ему в руки мы играем все оно свое то есть он играет в халяву если там как говорится играть правильно и всякое такое то конечно же нужно с ним квитаться вот мы к нему полетим рипером да то есть единственное что мы сделаем и мы полетим рипером но при этом мы особо ничего не меняем вот это самое да забавно то есть никаких наших планов сильно не разбиваем мы немножко по контрольным рипером я хочу вам показать что значит немножко по контролить рипером да значит обязательно что сначала все вопросы на базе на базе решили а потом пришли сюда вот и самое главное смотрите вниз вот сюда то есть внизу вы видите что я пока рипером контролю я заказываюсь вот это самое важное продолжать строить рабочих заказать орбитальную станцию все это можно только благодаря контрольным группам вот все рипером мы улетаем вот самое главное понимать мы выигрываем игру не рипером мы выиграем игру производством поэтому продолжаем производить мы продолжаем добывать ресурсы вот ждем уже скоро танк наконец мы сможем построить и тут очень интересно будет посмотреть как раз уровень так сказать производства нашего соперника и нас соответственно все рипер проигран ну как бы нормально сапплайка уже идет сразу еще одну потому что будет небольшой сапплай блок ну вот раскладываем танк еще один строим идет у нас рейвен она не строим пока сюда перенесем начинаем доставлять бараки то есть так по ходу небольшим фристайлом тратим ресурсы доставляем бараке помню что у нас в общей сложности три барака должно быть еще мы сразу доставляем можно сразу инженерки доставить можно сразу же газы вот еще важная кнопка escape не знаю она видна на этой клаве или нет и не проверял короче в чем важность этой кнопки вот сейчас у меня много рабочих внезапно стало заказано я их отменил да то есть вот это прям супер важная тема не стесняться от отменить и стесняться отменить это прям хорошо но то есть и мы будем делать танки викинги марики все 1 равен нам здесь хватит здесь сразу пошел щит пока что строим мариков пока нету газа лишнего и 5.30 опять полная экономика не забываем соплайки строить смотрите забыл соплайки строить делаем экстра соплайки то есть не страшно не страшно переводим да получается бараков перестроил немножко но это ладно обязательно 2 2 тех лабы 2 реактора сумме у вас там должно быть сильно не перебарщиваете третью базу идем занимать вот наш соперник что он делает возможно играет в мех там или еще что-то давайте его просканим тоже не он играет тоже в био все у него нормально вот как я говорил выходим третью базу идем соответственно занимаем там оборону куда мариков уже отправляем реллипойнты не забываем грейды ну и стараемся чтобы каждое здание работало две соплайки построили еще две мародеров вот и видим что к нам разложились вот мы равеном обезвреживаем танк и идем убивать мидивак принципе то есть не спеша главное не паниковать самое худшее это начать паниковать на то есть вот как бы соперник сделал свою атаку ладно хорошая атака мы продолжаем строится продолжаем строить продолжаем тратить ресурсы главное правильно реллипойнты распределить здесь мы рабочих потеряли надо их восстановить арморин забыть теперь нас соплая куча лишнего и тут как раз на соперники будет очень четко видны ошибки вот как и отбиваться мать и нажал f2 и у меня есть план откуда этот план у вас вот этого плана быть может не быть и это нормально вот то есть какой у меня был план хорошо здесь танк здесь маленьких что самое опасное там танк да то есть ревен нам позволяет отменить танк заметьте я сейчас заказываюсь вот той рукой да то есть у меня производство все оно не простаивает я нажимаю tab заказываю танк нажимаю tab заказываю там два либератора к примеру или викингов можно заказывать это уже там не критично вот в чем суть знаете в том что у нам вот этот билд к примеру он не диктует как правильно играть он нам дает лишь опции важно конечно билд это опции то есть это набор какой-то юнитов к конкретным минутам и вот на конкретной минуте у меня есть рэвен у меня есть танки у меня есть марик у меня есть медивак и мне лишь нужно придумать как их реализовывать и идея в том что у меня в каждой игре плюс-минус похожий набор будет то есть как бы что ни происходило я вот в этой игре очень сильно рабочих потерял то есть потерял потерял юнитов строится мясо платье нет спатье надо построить вот потерял юнитов и смотрите 10 минута меня все но 200 лимита то есть чтобы не происходило чтобы не происходило мы соблюдаем вот эту историю на то есть обязательно всего пять бараков у нас будет на 3 4 5 6 7 7 7 7 и опять 9 минута опять 200 лимита опять мы все берем сворачиваем опять мы берем f2 control 1 и идем рэвенов сразу же аль 2 я нажимаю то есть рэвен нам не нужен в основной армии он там будет бесполезен вот и сейчас у нас куча лишних ресурсов да вот эти лишние ресурсы мы сразу тратим на бараки дополнительные вот попробуем разложиться вот следующий танк чуть ближе идем вперед то есть хожу теперь я единичкой вот как убить кучу танков смотрите ну вот то есть мы берем загружаем все в медиваки вот здесь мы его напрягаем берем только медиваки теперь их мы в control 2 и на ускорениях просто начинаем вот так вот скидываться в танки вот закидываемся сюда эти танки подводим сносим его туда мы скинулись потом убили здесь и заказываемся по новой все да то есть продолжаем заказываться потратили ресурсы все потом уже занимаемся всем остальным самое главное вот во время боя заметьте не драться да то есть вы вряд ли пока что понимаете как правильно драться и что самое интересное я тоже не понимаю заметьте зачем не понимать я понимаю что у меня будет больше войск пускай сражается сейчас наш соперник то есть мы сейчас вот реально и в 2 чем у нас до сих пор здесь танки разложены вот то есть всякие такие вещи у нас происходят то есть вы атакуете и в момент атаки сразу же нужно смотреть правый верхний угол то есть вот я атакую на атаку я выделяю не больше где-то 20-30 секунд то есть 20-30 секунд это вот предел почему потому что посмотрите наш приток ресурсов у нас за 30 секунд приходит 3000 минерала то есть наша задача либо потратить грамотно 3000 минерала за замес а то есть взять и вот сразу же напасть как надо вот но так не получится делать против терна потому что у него повсюду танки их придется все равно немножко ну как-то придумать как уничтожить ну вот мог ли я просто в лоб на него напасть и убить абсолютно абсолютно мог просто идти и убивать на самом деле почему-то что нас больше нас больше то есть мне нужно было просто нажимать правая кнопка вот сюда я клик сюда вот но опять же смотрите 10 минута нас 200 а его 100 вот вот и вся разница и мы пришли мы атакуем мы деремся я здесь залетаю начинаю скидывать мариков сюда 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 и в какой момент смотрите вот тут момент я здесь еще контролю чтобы убить танки на натурале то есть как я контроль я выбрал просто армию побежал и убил ее ну то что здесь два танка поставила здесь танки и пошел заказываться но почему посадить я смотрю в правый верхний угол как я говорю опять это супер важно я вижу сколько у меня немеряное количество ресурсов идея в том что даже если вы здесь проиграете этот бой то вы проиграете игру если у вас дома ничего не восстановилось то есть в каждом бою в котором вы участвуете вы должны стараться участвовать с нулем ресурсов то есть идеал вот в этой игре был бы напасть вот ровно в 9 20 до то есть 9 20 9 30 вот мы здесь как-то кстати он тут смотрите нападал как я говорю армия если если армия у вас более-менее распределена грамотно да то у вас будут вот такие моменты летит рибератор оп не долетел ну и тут это те же самые истории и все отсюда мы идем в атаку вот у нас пока ресурсы не копится не копится не копится и бах пошли копится вот те тот момент до заказ просел вот эта ошибка моя и нужно было сразу же еще доставить бараки то есть еще больше бараков очень очень много бараков до этого надо надо еще немножко продумать где мы что ставим то есть вот здесь стоило вот эту линию бараков намного длиннее делать вот здесь можно было сделать и вот тут и вот тут все можно было на главной базе классно расположить вот пришлось здесь ставить ну как бы это ничего страшного вот почему нас так много получилось давайте вот этот момент до отмотаем посмотрите он играл в первую цешку то есть он сразу же строил саплайку и сразу же строил главную базу его должно было быть намного больше потому что ну он начинается 2 базы вот почему его не намного больше смотрите внимательно то есть это легко очень найти вот то есть вот мы уже отстаем по рабочим вот у нас летит рипер вот мы прилетаем рипером и смотрите мы прилетаем рипером и мы продолжаем строить рабочих а для него все для него это этот процесс остановился то есть для него общая сейчас рипер это основная проблема и в этом прикол то есть вот вот в этот момент он уже копит ресурсы он их не тратит он пытается отбиваться от рипером а как ему стоило сделать да вы стоило заказать двух рабочих и бегать за рипером то есть заказывая рабочих все но продолжаете раллипойнты стоят и все и вроде бы начиная с ранней cc-шки он в какую ситуацию попал что него есть две cc-шки но они рабочих не делают а мы делаем то есть мы продолжаем нас все еще рабочие строится вот и он когда он вернет смотрите он начал с того что он добывает два газа здесь но в чем проблема как я говорю каждое здание должно работать вот вот супер важно то есть вот у вас стоит варак он должен работать стоит factory она должна работать если вы поставили factory она не работает это ошибка и то же самое относится к газу поставили газ он должен добывать если сейчас он возьмет и своих 19 рабочих отправит на 3 газа в сумме это будет 9 рабочих то есть только 10 будут добывать здесь но куда ему тратить газ понимаете да он может сейчас производить только рипер риперов на газ и у него строится второй барак вот в этом прикол то есть не оптимальные вот эти тайминги уже 4 газа пошло то есть он просто наставил кучу газов но он их не добывает то есть он их не может добывать если он их будет добывать куда ему его тратить вот давайте посмотрим сможет потратить или нет ответ нет конечно да то есть у него не как-то неэффективно раскиданы 1 1 2 2 кстати еще даже неплохо раскиданы вот но идея в чем том что он начинал вроде бы с ранней cc-шки должен был делать экономику а экономика у нас на 530 вот и он в итоге делает дроп танковать он делает реактор но медиваком factory стоит на то есть не хватает ресурсов мы не хватает ресурсов сейчас строится много соплаек соплаек строит три штуки а производить может там юнитов ну на два сопла я только вот эти вот все приколы очень работают и все его отлетят я говорю медиваки мы даже не обращаем внимание просто придумали как защититься и все потеряли и потеряли что-то то есть он потерял армию мы потеряли рабочих по размену он дороже проиграл вот как я говорил что у нас опции появляются и для этого мы наигрываем то есть мы наиграем и мы проигрываем то есть для этого вот мы как раз таки должны проигрывать чтобы потом понимать как эти опции использовать давайте сейчас кстати последнюю игру в этой серии мы сыграем и если вам нравится обязательно поддержите всю эту тему лайком комментам комментам можно там не одним как всегда нас протас как раз эта битва будет легендарная думаю вот начинаем да то есть как вы видите все играется с соточкой пм а то есть вообще все супер удобно играется надеюсь нравится вам идея серии в принципе надеюсь она получилась информативной надеюсь есть кому она полезная вот это самое главное на самом деле как я и говорю что он новичков скорее всего будет меньше становиться starcraft и ну и большая вероятность того что эта серия не сильно полезная вот ну скажем так я и не особо запарился над ее производством да то есть мы делаем просто реально качественный контент я сел записал выдал кучу вам инфы показал как все просто делается сейчас когда я говорю у меня вот про клики постоянные здания и прочего всего то есть я нажимаю там 33 до посмотрел как барак делается четверочка там типа посмотрел делаются ли рабочие там и прочие все вот эти штуки вот пойдем разведываем чем круто занимается поздно пошел ну как было и ладно хочу хочу поделать вот рипер командный центр для чего мы наигрываем и проигрываем на то есть наша цель в каждой игре стараться плюс-минус похожий набор юнитов получить похожий набор юнитов на похожих минутах и благодаря этому то есть это не значит что вы вы играете в одно и то же а значит что вы можете знать и начать быстрее придумывать что с этим делать это вот самое главное видим два гейта сейчас пойдем строить сначала бункер потом сопла и потом убьем пробку ну два гита принципе то ничего сверхестественного тут нету конечно а что здесь у нас 4 гита да то есть идея в чем потому что соперники наши наши соперники все она играют всякую ерундень вот как бы в реальности на они реально играют ерунду у них постоянно как вы видите какие-то кривые идеи билды и прочее 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 наша задача просто делать ровно просто ровно строится плайки рабочих юнитов и нам не нужно как-то реагировать если бы я сейчас играл с мастером я бы сейчас например сейчас к стимит мину закажем против процента нет этого нигиллиона я был уже немножко напрягался что меня чем-то сейчас будут убивать или еще что-то но здесь мне это делать не нужно мне нужно поставить третью соплайку против ротоса да так а мы сможем запрыгнуть посмотреть если у него база нет все у него куча сталкеров повсюду вот и все и просто производить 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 инженерку поставим ну вот смотрите вот бункер вот моряки на типа вот мы сшиваем рабочих ну вот и все в принципе как-то то есть самое главное что этот момент я произвожу рабочих произвожу рабочих строю соплайки все это благодаря контрольным группам либератор чик танк мина все определились вот самое главное понимаете вот вот этот момент маленький блин он супер важный то есть я не начинаю что-то там сверх защищать или еще что-то у меня просто есть юниты я просто вот они есть да то есть я ничего не менял у меня вот был всегда этот бункер до танк вот они до сих пор так точно также и ставятся эти бункер и танк вот и все то здесь антихлава еще танк ну вот 530 полная экономика заметил просто ничего не меняется до 530 полная экономика то есть тут пошли апгрейды тут пошли сап лайки тут пошел у нас еще там один танк или уже не пошел пускай перелетают вот уже идем третью занимать потихоньку вот то есть не девайки пошли еще один танк продолжаем строить рабочих то есть рабочие при любом раскладе продолжают строится здесь у нас идет перелет здесь у нас идет третья база все роли пойнты сюда теперь то есть вот эти два здания у нас идут сюда отсюда у нас идет еще плюс 1 2 3 барака идет арморе то есть не забываем ничего строить вот а что у нас здесь тихо бы божечки ну ошибочка короче вышла то есть бывает бывает а почему нет тут когда мины тут тоже как ужасно все получилось да ладно ну вот самое главное продолжаем строить продолжаем строить при любом раскладе в принципе вот и начинаем производством отсюда два реактора техлаба продолжаем 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 то есть все просто просто производство 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 мины с минами как я говорил мы замаксимся намного раньше вот и самое главное сейчас я вот нажал тройку я просто слежу чтобы у меня в тройке все работало потом четверку смотрю чтобы в четверке все работало опять тройку смотрю тройки смотрю supply и все и таким образом просто смотрим 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 вот и везде по чуть-чуть то есть сюда настроил мариков сюда настроил мариков сюда мин заказал там куда мин заказал все еще шесть рабочих все 6 рабочих все заказаны все готово следим апгрейды заказываем еще не забываем плюс 2 строится построиться через 136 секунд то есть к 10 минуте у нас будет плюс 2 у нас будет близко все к 200 лимита скорее всего ну вот мы продолжаем строить по два сопла я где-то можно добавить еще там 24 построить можно турелек для безопасности если вам страшно против протаса например вот рот приходит в атаку как бы ну мы с ним сражаемся да но при этом я заказываюсь то есть я сейчас слежу за заказом я очень слежу за тем что у меня мины строились без перерыва ну вот это очень важно опять же сюда построил сюда построил видите все в принципе вот на этом уровне я специально играю через за то что много кто будет играть через f2 именно на этом уровне еще плюс 3 барака потому что скоро закончится танк немножко переразложим 2 медивака обязательно мародеры все остальные ребята то есть найти у нас были уже мы защищали вторую базу нам приходили на третью атаковать то есть нас ничего не берет да почему потому что у нас просто есть юниты для этого делаем два скана чтобы понять куда атаковать делаем один стимпак вот туда вот мариком которого мы убрали из контрольной группы чтобы понять что там еще и идем в атаку все видим где где протаса сел да то есть и сейчас мы будем с ним сражаться главное атаковать всей армией вот всей армии атакуем вот как этим драться на смотрите разглаживать тут мины тут мины главное неподалеку от своей армии на то есть ты не должно быть к этого волшебное там место то есть раскладывайте танки нажимаете опять же ваши там в 2 или control 1 вот и все и просто вот этим стоите вот здесь вот зоне танков и мин на вас нападают вы нажимаете а клик и смотрите сюда и нажимаете а клик опять же вот сюда то есть можно вот так вот микрить ну вот так вот микрить тоже нормально смотрите они а что-то вроде пробивают идете в атаку опять тимпак а клик а клика им всегда воздух пока вы играете но на этом уровне вам не надо как-то стараться и думать как сражаться то есть 10 минута будет всегда вас плюс-минус стандартно это будет ваших если вы так сможете ну типа максица это будет ваших 100 лимита точнее соперника 100 лимита где-то 120 130 максимум против ваших 200 смотрите 10 30 у нас делались апгрейды 22 ну и конечно соперник ничего не может с этим поделать то есть это очень легко вот кредите начальная у него атака почему так происходит потому что у соперников на данном этапе не будет никогда никаких продуманных нормальных билдов у него будут какие-то идеи как максимум да то есть вот я буду идти четырех кейтов атаковать сталкерами напрягать тирана а в это время ставлю нексус это будет работать против тервинов у которых нету стандарта да то есть когда он тиран не знает что делать это будет работать против тервина который на это посмотрит и решит мне нужно защищаться к примеру и поставить пять бункеров то что пять бункеров так как две ццшки то есть выгоднее например не ставить вторую базу а поставить вот здесь ццшку и вот здесь ццшку защититься используя рампу вместо бункера и потом разлететься тремя ццшками вот то есть это есть такие приколы у нас здесь что вот бункер 4 марика посмотрите бункер 4 марика и он это не может пробить своим билдом то есть просто вот он ничего не не может и за счет того что он вначале пытался нас продавить он настроил юнитов которые сейчас бесполезны мы затерана ведем на 20 рабочих понимаете на 20 рабочих он переходит в следующий план твой лайт форш в роба на то есть начинает строить фотонки то есть не какие-то проблемы по мне нужны фотонки и вот идея в чем что вам нужно то что вы смогли разведать когда вы начнете это играть правильно вы будете сюда добавлять какой-то еще пуш какой-то дроп да то есть вы будете сюда скидывать там на пятой минуте юнитов и за счет вот этих вот действий вы будете получать информацию там например о у соперника возможно будут дарки значит мне нужны турельки то есть в таком случае вот фотонки в принципе бесполезные фотонки стоят столько же сколько stalker и stalker двигается фотонка не двигается в этом вот весь прикол то есть проще сделать stalker а потому что у нее есть 4 гейта но есть 4 гейта они видите не работают у нас все работает у него не работают 4 гейта и вот они должны были работать он место фотонок должен был например по stalker поставить поставить место фотонок по stalker и сделать контрольную группу на этих то есть пускай stalker стоит как фотонка всю игру но он стоит и ты его когда-нибудь возьмешь а мы возьмем вот этих и control 1 будем контролировать их вот вот это важная тема для чего нам контролки нужны и все и вот выходит следующий пуш да то есть там с архонами пойдет нам третью базу давить вот ну пока он там делает свой этот пуш с архонами пока он ставит третью базу пока он там насыщает вот эти базы у нас уже все 68 рабочих мы просто стоим то есть он к нам приходит мы просто стоим вот просто им стреляемся как бы ничего сделать этим не может и все теряет свой лимит опять поэтому нас получилось на сто то есть его было бы чуть чуть больше если бы он не терял но это бы никак не повлияло на битву все но приходим как только 200 лимита атакуем проатаковали и продолжаем заказываться заказы 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 вот надеюсь вам понравилось ребята обязательно отметьте лосиком эту серию всем собственно до новых встреч пока с вами был тэд